Ну, я вообще вырос в лесу, в горах. Что, ты прошел весь Урал, ты посмотрел весь Урал. Ну, тебя делать, тебе нечего там больше. Ну, камон, я процентов 40 посмотрел уральских гор. Я ни разу не был на Теплом море. Я был на Карском, на Белом, на Охотском, на Черном зимой. Вот, но, к сожалению, ни разу делал Тепло. Но мне, конечно, повезло. Первые полтора месяца дождей практически не было. Не было никаких проблем с бородами. Ну, и все равно, конечно, по горам идти в хорошую погоду, когда солнце светит лучше, чем когда дождь и туман. Я хочу оставить какой-то след в истории. След в географии, может быть, в туризме. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите новый выпуск программы «Один из нас». Мы находимся в кофейнике «Шиштов кофе». Для многих 2021 год отметился какими-то яркими событиями. Но для нашего сегодняшнего героя это событие, которое, ну, по-другому не скажешь, войдет в историю. Олег Чагадаев, путешественник, прошел больше 3000 километров через все уральские горы. Олег Чагадаев, путешественник, амбассадор уральских гор. В 2021 прошел уральские горы и преодолел 3183 километра. Создатель линейки экстремальных украшений и пространства посольства уральских гор. Летом, когда твое путешествие завершилось, был переизбыток даже общения и впечатлений, вот, и внимания. Поэтому мы выждали полгода, чтобы встретиться и, ну, посмотреть, как это было. Ну, и опять же, познакомиться поближе с тобой, и чтобы это сделали наши зрители. Спасибо, что вы выбрали время. Всегда, Рот. Олег, начнем с небольшого как раз биографического экскурса. Помнишь ли ты свое первое путешествие в детстве, если такие были? Ну, я вообще вырос в лесу, в горах, на Уфимском плато, на Павловском утреходилище. И, наверное, там было много путешествий, много каких-то небольших походиков. Потом был, наверное, первый выезд на Еремель. Это уже был достаточно большой взрослый, в школе учился. Как-то вся жизнь была связана с какими-то небольшими путешествиями. Ну, то есть вырос в лесу, это говорит о том, что у тебя в семье любили природу, любили походы. И, соответственно, ты с детства как раз таки так и проводил время с семьей. Ну, у меня бабушка была геологом с дедушкой. То есть у меня мама выросла в тайге, тоже сама воспиталась. И вот я тоже жил на пасеке. И, наверное, постоянно совершал небольшие походики. Помню, как я был очень маленький, еще, наверное, до школы, и пошел на охоту за зайцем в лес. До сих пор помню, как ушел в лес с деревянным ножом. Ну, зайца ты, естественно, не выследил. Или издалека хотя бы, как шарик в фотоохоте. Ну, я походил по лесу и вернулся домой. А ты не помнишь, что тебя на это вдохновило? Я не знаю, ты там мультфильм посмотрел, книжку прочитал. Не помню, но вот помню, что у меня был деревянный вырезанный кинжал. Может быть, даже его дедушка вырезал. И я пошел в лес на охоту за зайцем. А как ты считаешь, вот, насколько больше именно детей путешественников среди нынешних путешественников взрослых? Ну, то есть, больше ли их, чем тех людей, которые как бы уже к этому осознанно пришли и такие, там, в 20, в 30, в 40, типа, мне не хватает природы, хочу научиться? Ну, я сам такой. То есть, по сути, я начал заниматься путешествиями уже после окончания института. То есть, пока я жил где-то там в лесу, да, я не думал о путешествиях. Путешествие было вокруг тебя. Да, ты сам, ну, это уже твоя обыденность. Вот, а потом, когда я поступил в институт, проучился, мне это опять стало не хватать. Про детей, ну, на самом деле, здесь такая история неоднозначная. Многие, наоборот, если их много таскать в детстве куда-то через их силу, ну, через силу, ну, просто надоест уже, они этим приедятся в молодости. Поэтому тут сложно сказать, наверное, все-таки, если у тебя родители-путешественники, вероятность все-таки больше, но и большая вероятность, что ты вообще будешь принципиально это отрицать. Тут непонятно как. Ты упомянул институт, где и на кого учился? Я учился в школе МВД, сотрудника, в руководительных органах. И вот как раз где-то по окончанию института ты, я не знаю, вспомнил про детство на природе или вот что тебя сподвигло уже на самостоятельное путешествие? Ну, где-то уже к окончанию института мы начали выезжать потихонечку, а потом я отучился и как-то меня потянуло. Сперва это были горные лыжи, начались выезжать на горнолыжки, постепенно как-то начал, надоели мне эти склоны, начал ходить все дальше в лес, лес, лес. И вот теперь уже практически не выезжаю на горнолыжки, а хожу в горы на лыжах и катаюсь там неделями без подъемников. Ну, то есть это всегда пеший-лыжный туризм? Пеший, водный, вело, иногда спелео, туризм. Практически любые виды туризма я ими занимаюсь. А что касается работы, то есть я, насколько понимаю, сейчас можно тебя назвать профессиональным путешественником, если такой термин существует. Ну, то есть это как бы твое основное занятие. Мы перейдем потом еще ко всем околотуристическим твоим делам. Не хочу просто забегать вперед. Кем ты работал до того, как смог полностью посвятить себя хобби? Мне очень повезло. Я остался работать в институте. Преподавателем? После. Не преподавателем. Вначале в отделе кадров, потом я работал на секретной кафедре. Звучит секретно? Больше, я сказать, не смогу. Звучит секретно, потому что... Придется нам всех слушателей закрыть выезд за границу лет на 15 после этого. Или как люди в черном, но звучит не так страшно, как закрыть выезд на 15 лет. В общем, мне очень повезло остаться в институте, потому что я остался, ушел бы работать на землю, то не факт, что я здесь сидел бы сейчас и разговаривал с тобой. Все-таки там профи-деформация очень высокая. Поэтому 15 лет я проработал в органах. До экспедиции, о которой мы сейчас поговорим, самые экстремальные и, если можно сказать, экзотические путешествия, которые у тебя были? Я не люблю слово «экстремальные». Экстремальные – это не про туризм. Потому что если у тебя случился какой-то экстрим, это значит... Плохо спланировано. Плохая подготовка, ты слышал какую-то ошибку. Все-таки я стараюсь делать маршрут так, чтобы там не было ничего такого экстремального, неожиданного. Вообще, я занимаюсь Уралом, я хожу в основном по Уральским горам. Это, так считаю, моя миссия. Но я, конечно, бывал и в других районах. И 9 раз на Эльбрусе был, Курильские острова, другие горные системы страны. Это путешествия по России преимущественно. Да, преимущества по России. Практически за границу я не выезжал. Попально, там, 2-3 раза только. Тебе не интересно? Или ты здесь всегда просто для себя что-то находишь, куда можно съездить и в любимые места попасть? Тут даже вопрос не про заграницу. Больше можно спросить, неинтересно ли мне побывать на других местах России. Потому что 90% времени провожу на Урале. И многие спрашивают, ну, как бы, тебе не обидно? У нас Россия, даже просто говорить про Россию, она огромная страна. А если говорить про мир, это вообще бесконечное количество историй. Ну, это такая, может быть, небольшая жертва. У меня есть такая теория, что ли, если так сказать. Я хочу оставить какой-то след в истории, след в географии, может быть, в туризме. И, на мой взгляд, чтобы сейчас это сделать, нужно сосредоточиться о чем-то одном и копать глубже. Мы много знаем прекрасных блогеров, каких-то путешественников, которые сегодня он здесь, завтра он там, послезавтра он в Антарктиде. Но невозможно объять необъятное, они копают неглубоко. То есть они только смотрят поверхностно и побежал дальше. На мой взгляд, если ты хочешь сделать что-то более серьезное, тебе нужно углубиться в тему. Поэтому я выбрал в своей истории Уральские горы. А Уральские горы – это одни из самых разнообразных, одни из самых, ну, они очень протяженные, самые длинные горы в стране. Поэтому мне в целом хватает Урала и хватит еще лет на 25-30 спокойно. Поэтому в целом не обидно. В сюжете наших коллег, которые снимали как раз в августе, когда ты вернулся, мне очень понравилось твое сравнение. То, что если посмотреть на карту, Уральские горы – это вообще такая каменная дорога, по которой можно пройти. Соответственно, в чем уникальность того маршрута, который ты проделал в 2021 году? И почему до этого никто не занимался, ну, именно чтобы пройти все? Если брать твое сравнение, звучит очень логично. И, соответственно, странно, почему никто раньше этого не сделал. Да, ну смотри, получается, я прошел по Уральским горам, пересек всю страну. От широтного течения реки Урал, это начало Южного Урала, до горы Константин-Камень, до последней вершины на Урале. Две с половиной тысячи километров по прямой, 3286 со всеми зигзагами получилось. По сути, пересек всю страну с юга на север. В чем уникальность? И можно ли сказать, что никто до этого не занимался? Нет, люди занимались до этого этими маршрутами, потому что такая идея, она возникает совершенно логично. Ты смотришь на карту, ты видишь этот узкий, вытянувшийся через всю страну горный хребет, и ты хочешь по нему пройти, если ты путешественник, если ты ходишь по Уралу. Это совершенно логичная история, это не моя идея, безусловно. Было как минимум три экспедиции, которые пересекали, делали так называемый трансурал, трансуральский маршрут, маршрут, охватывающий все пять частей Урала. Урал делится на пять основных частей, это южный, средний, северный, приполярный, полярный. По ряду причин ни одна из этих экспедиций, ни один из этих походов не прошел Урал полностью. Первая экспедиция была в 1991 году, Николай Рунквист, Иксин Буржец, Свердловчанин тогда еще. Они стартовали с Магитогорска и дошли до Карского моря. Но они не прошли примерно 300-400 метров крайнего юга Южного Урала. То есть это, безусловно, очень крутое, культовое путешествие, они сделали крутую книгу. Но они не прошли вот эти 10, даже чуть побольше процентов Урала. Соответственно, история не была... Это как, опять же, северный полюс не достичь на 10%. По сути, то же самое. Обидно. Ты круто, дошел очень далеко, ты сделал все... Но ты не можешь сказать, что ты дошел. Да, галочка не поставлю. Потом были еще две экспедиции, и в какой-то части они либо обходили какую-то часть Урала, либо стартовали позже, не сначала Южный Урал. Поэтому я поставил перед собой цель пройти весь Урал полностью по горам, не выходя на территорию Русской равнины или Западно-Сибирской равнины, не спускаясь с гор, пешком. И вот поставил и сделал. Мне вот сейчас очень отпечаталось то, что ты сказал. Экстремальные путешествия – это значит, не очень хорошо подготовленные. И я как будто бы нашел для себя ответ на вопрос, что меня вообще смущало всегда в слое экстрим. Так вот, что касается хорошей подготовки. Как долго ты готовился, то есть с момента появления идеи и реализации? Тут можно зрить на два этапа, наверное. Первый этап – это чисто такой теоретический, смысловой какой-то. Наверное, я готовился всю свою жизнь, когда вот ходил. Но это уже тренировки части маршрута. 15 лет, да. То есть, во-первых, я познавал Урал, я тренировал передвижение по сложной поверхности, потому что это сотни километров курумных полей, да, это бурелома, это болото. И если бы у меня не было огромного опыта, у меня там много тысяч километров пройдено уже по Уралу было до этого, я бы, наверное, не мог так эффективно идти. И постепенно, пока я вот ходил, у меня возникала эта идея, она как бы обрастала пониманием того, что я могу это сделать. И примерно пару лет назад я понял, что я должен это сделать. Вот, кстати, эта идея возникла, когда последний, третий человек, Кирилл Франюк, он прошел Урал с Оренбурга до Карского моря, но обошел по русской равнине, ну, там, примерно тысячу километров. Я вот, я думаю... Ну, то есть, он спустился и обошел. Он вышел на железную дорогу, которая идет по русской равнине, и обошел эту часть Урала, и финишировал на последней вершине Урала. Ну, по сути, он, конечно, прошел по Уралу и вдоль Урала, он совершил это очень быстро, за 8,6 дней, по-моему, очень крутое спортивное достижение, но он не прошел Урал по горам. И когда он стартовал, я думал, ну, вот он сейчас пройдет, и, наверное, ну, мне уже не надо будет идти, и, ну, и хорошо. А он взял и обошел, и я понял, что, ну, придется мне попробовать это сделать. У кого-то знак немножечко есть, да? Да, видимо, придется это делать мне. И последняя, вот, уже такая техническая часть подготовки, это был последний полгода, примерно 5 месяцев. В декабре, получается, 20-го года я сел за компьютер и начал планировать маршрут, начал планировать нитку маршрута, и все это вот, 1 мая стартовал. Как меняется ландшафт, когда ты пересекаешь всю страну? Ну, понятно, что меняется он колоссальный, наверное, там, каждый день, вот, но, там, я не знаю, как климатические зоны, ну, вот, какими-то мазками хотя бы можешь это нарисовать? Отличный вопрос, на самом деле. Главная моя цель была, ну, конечно, не пройти этот маршрут, но все-таки главная моя цель была именно показать все разнообразие уральских гор и то, как они меняются все протяжение. Потому что, правильно сказал, что Урал, пересекая всю страну, он везде разный. И вот стартуем мы на крайнем юге, в Оренбургской области, на границе с Казахстаном. Это степи, это такие увалы, степные вершины, хребет Карамарунтау, долгие горы, потрясающе красивые места, мало посещаемые людьми. И вот, если нас смотрят телезрители, просто наберите в интернете долгие горы, Карамарунтау, будете поражены красотой этих мест. Это как будто волны, степные волны, ставшие, ну, застывшие. Потом ты заходишь на Зелоильское плато, заходишь в центральную часть Южного Урала, это более-таки невысокие вершины, залесины, широколистые лица, это такой Башкирский Урал. Потом заходишь в высокую часть Южного Урала, это гольцы, это куруные реки, это уже высоют скалы. Потом попадаешь на Средний Урал. Средний Урал – это самая низкая часть Уральских гор, там практически нет вершин выше тысячи метров, практически все покрыто лесом, но это та часть Урала, откуда началось освоение Уральских гор промышленное. Там очень много остатков заводов, какой-то исторической составляющей. Ты проходишь Средний Урал, заходишь на Северный Урал. Северный Урал – это самая протяженная часть Уральских гор, тоже таежная, но там уже достаточно много высоких вершин. Это такое сочетание тайги и тундр, и скал, хребет Мампунер потрясающе красивый. Потом ты заходишь на Приполярный Урал. Приполярный Урал – это самая альпийская часть Урала. Это остроконечные пики, это цирки, это кары, начинаются ледники. Ты проходишь Приполярный Урал и заходишь на Полярный Урал. Это уже совсем такие суровые места, зачастую безжизненные, похожие на марсианские пейзажи. Ледники, оленеводы, которые кочуют между вот этих вершин. И потом уже выходишь в тундры, и горы расставляются в тундрах, и вот уже в 40 километрах это Карское море. Вот если очень коротко, это так вот меняется Урал, а более длинно я буду писать книгу, и там уже все это расскажу. Я бы с удовольствием прочел, как минимум потому, что твой рассказ напомнил мне, как мне нравились уроки еще не биологии, а природоведения, а климатических зонах. То есть мне всегда оказалось дико интересным, там на примере, наверное, России преимущественно рассказывалось. И то, что ты описываешь, только более ярко, ты действительно можешь посмотреть, пройдя по этой каменной дороге через всю страну. Ну, причем не только прочитать, я же каждый день фотографировал, у меня была главная цель снимать видео и фото. То есть там ты сможешь, допустим, если книгу смотреть, то ты сможешь посмотреть, как Урал меняется день на дня в фотографиях. А еще я сейчас выпускаю сериал, там будет около 30 серий, и просто каждый человек может со мной пройти и посмотреть вот моими глазами, как меняется плавно из-за дня на день Россия. Ты как настоящий путешественник, такой путешественник времен, я не знаю, освоения Аляски, вынес путевые заметки, только за счет того, что технический прогресс тоже скакнул, у тебя появилась возможность сделать и фото, и видео, и самому записать. Ну, видишь, у меня была очень такая важная идея, вот я же сказал, что Урал делится на 5 частей. И я путешествую по Уралу много лет, я заметил, что люди не знают Урал, хотя в урок Урала живет 20 миллионов человек. Это самые густонаселенные горы страны, они находятся в центре страны. Но вот мы живем, допустим, в Башкирии, я думаю, что большинство граждан нашей республики не знают, как выглядит полярный Урал. А кто-то живет в Салехарде, они не представляют этот прекрасный запах липы, который плывет в июле между гор Южного Урала. И вот эти части Урала, они даже логистически сильно разъединены, ну, объективно. Потому что сложно приехать за полярный круг из Башкирии. И эта идея как раз объединить всю эту историю в один хребет и показать ее. Реально ли встретить каких-то животных по пути? Конечно, очень много. То есть я практически встречал всех животных, которые населенные, населяют эту часть России. Ну, наверное, только рысь из крупных животных мы встретил. Ну, то есть это волки, медведи, лисы. Медведи, лоси, лисы, олени. Сколько всего тебе приходилось нести с собой? Понятно, что невозможно принести с собой снаряжение, питание. В пешем маршруте на 3000 километров. Конечно. Маршрут был, около 120 дней я планировал маршрут, поэтому я разделил маршрут на 17 этапов. В каждый этап были заброски с продуктами, с батарейками, с газом, с вещами, с носками. То есть тебе кто-то привозил? Либо привозили, либо это был населенный пункт, который отправляли по почте. Я приходил, забирался. А, ну да, ты можешь спуститься куда-то. Ну, эти населенные пункты были на территории гор, скажем так. Либо какие-то турбазы уже на севере. Вот забирал и шел дальше. В среднем рюкзак весил в районе 20 килограмм. Были дни меньше, конечно, и до 30 доходил. Погода в 2021, какую ты ожидал и насколько тебе, я не знаю, по меркам этого маршрута, хорошая она была или наоборот? Мне жаловаться грех. Лично для меня, конечно, погода была в целом хорошая. В целом это была отвратительная погода для нашей страны, особенно на юге, где стояла засуха. Но мне, конечно, повезло. Первые полтора месяца дождей практически не было. Не было никаких проблем с бородами. Ну и все равно, конечно, по горам идти в хорошую погоду, когда солнце светит лучше, чем когда дождь и туман. Ну да, как бы не было жарко, в любом случае, во-первых, в горах повыше, попрохладнее. Ну да. Если даже посмотреть на климатические карты, уже не первый год. Есть такой вот как нарыв, как прыщ со Средней Азии. Теплый воздух заходит на Урал и доходит примерно до Северного Урала, до начала Северного Урала. И вот как раз шел до туда, дождей практически не было. И стояла жара, засуха и вот все, что мы видели. А дальше начались дожди, начались опять же классическая горная северная погода. И чем ближе ты прибегаешься к Ледовитому океану, Карского моря, тем дождей больше. Да, все было в целом нормально. Если соотнести с подготовкой, были ли какие-нибудь непредвиденные ситуации, что ты где-то надолго застрял, к примеру? Нет. То есть я хорошо подготовился, в целом изучил опыт предшественников, опять же, да, людей, которые ходили. И у меня большое подхождение по Уралу и до этого было. То есть и погода, опять же, помогла, да, если, допустим, попасть в какую-то сильную непогоду, да, я был готов, что придется ждать. Но все прошло штатно и я шел достаточно эффективно, быстро и без исключений. А были ли когда-то мысли пойти не одному и вообще подобные экспедиции, в плане даже хронологически очень сильно долгие, совершаются ли группой? Конечно, они совершаются. Вот, допустим, Рунквист, который шел в 91-м году, они шли группой, у них там было человек 9 или 10. И огромная армия еще поддержки, кто присоединялся, кто занялся. Но даже читая книгу Рунквиста, ты замечаешь, конечно, напрямую не пишешь, что там уже к концу экспедиции были большие трения между участниками. На мой взгляд, если вот идти группой, то это первейший способ, первейший способ потерять друга или товарища. Конечно, это очень тяжело психологически постоянно находиться там десятки, сотни, сотни людей в одном, с одним человеком и преодолевать какие-то трудности. Это, во-первых, сложно найти такого человека, который может пойти на такое время, да, и еще сложнее найти идеально сочетающегося человека. Поэтому я, конечно, не рассматривал никакую компанию. Слишком много вводных, которые вряд ли в одном человеке воплотятся, и то, скорее всего, человек усложнит, да, относительно подготовки. И ты не знаешь все равно, как это будет, пока ты с ним не пройдешь какой-то километраж, да, ты никогда не ходил с человеком в 100 дней в одной палатке, там было тяжело. Может быть, я пошел бы с своей любимой Татьяной Сергеевной, супругой, вот, единственный раз с кем человек я пошел бы. Но у нее была другая, не менее важная цель, она шла вместе со мной, но была дома. Ты начал в мае, закончил в августе, правильно? Какой был отклик во время путешествия, то есть когда ты выкладывал видео в Инстаграм, общался с людьми, то есть как это было? Ну, да, у меня была важная задача, я старался, не старался, и писал каждый день, то есть я каждый день шел и каждый день передавал информацию, либо через телефон, где была связь, либо через спутник, о том, что я вижу, то есть это была цель, писать каждый день. Отвих был очень хороший, то есть люди прямо подсаживались на этот сериал. Это сериал. И до сих пор мне приходит фидбэк, то есть люди продолжают, и это было очень важно, то есть это прямо вот они, и для них было важно, и для меня было важно, потому что я чувствовал, что это людям важно. Это одна из самых, самых основных моментов, потому что востребованность в твое дело неусловно важна. Востребованность, то, что ты сказал про миссию, осваивать, изучать Урал, говорить, рассказывать о нем людям, ну вот по прошествию времени, когда много вот этих достигнутых результатов, возможно, во что-то соединились, то есть какая была конечная цель? Историческое событие? Целей было очень много на самом деле, от сбора денег для детей, которые мы завершили очень быстро, до, ну, я люблю комплексные задачи, но, наверное, вот как бы вишенкой на большом торте будет эта книга, которую я надеюсь написать, и вот которая станет, ну, одним из, я надеюсь, важных документов про Урал, да, который будет многие годы еще людям давать какую-то информацию. И, конечно, совершить это событие тоже. Тут сложно сказать, было много задач, и в целом они пока все выполняются. Если провести аналогию с музыкой, ты записал очень успешный альбом в этом году, и, соответственно, поехал с ним в тур, ты написал лекцию и поехал по городам, как все прошло? Да, ну, я уже много лет выступаю про Урал, это не первое выступление, ну, как бы, конечно, был грех не рассказать. Ну, сейчас повод был просто большой. Мои друзья из спортмарафона, которые ребят, которые меня поддерживали, это магазин в Москве, они предложили мне сделать серию выступлений. Какую, где-то я делал выступление самостоятельно, где-то с ними, это было около 10 городов, все было очень круто, да, приходило, много людей, в некоторые города походилось по два даже раза ездить. Это больше рассказ был или в формате все-таки общения, диалога? Был рассказ вначале, первая часть рассказ, потом общение, люди спрашивали, отвечали, всем показал фоточки, рассказал про какие-то нюансы, особенности, было очень много вопросов. Интересная часть твоей жизни, связанная напрямую с туризмом, с путешествиями, но при этом, я надеюсь, что это хороший бизнес, экстремальные как раз-таки украшения. Как родилась эта идея у тебя? Я, насколько понимаю, тоже достаточно давно. Да, эта идея родилась давно, когда я еще работал в полиции, параллельно с этим я занимался альпинизмом, около 10 лет назад я искал украшения для девушки, подарить девушке, ну что-то на тему скалолаза и альпинизма. В России ничего не нашел, нашел на ebay какую-то подвеску, купил, подарил и подумал, если ищу я, наверное, кто-то тоже ищет. И вот так родилась идея сделать ювелирный бренд, который будет посвящен спорту, туризму, путешествиям, географии. Вначале начал покупать за границей что-то, продавать, ну это была совершенно такая, знаешь, локальная история. И потом я купил все, что было на эту тему в мире, доступно через интернет, и понял, что у меня идей значительно больше, чем сделано. Ну и вы, соответственно, начали сами делать, то есть у тебя есть ювелир, который над этим работает. Да, у меня есть ювелиры, дизайнеры, и мы начали, вот, создали ювелирную компанию и начали делать украшения. И у нас теперь, допустим, условно говоря, ну вот, например, серия «Горы мира». Это серебряные подвески в форме, как горы, от Шихана Таратава в отлитом серебре до вершины Эвереста. И вот каждый человек может, допустим, зайдя на вершину, купить себе в подарок, как память, допустим, подвеску, что-то такое. Я понимаю, что вы это вряд ли бы выделяли как бренд, то, что он только для посвященных, но так или иначе, носят ли не путешественники? Просто люди увидели где-то, там, интернет-магазин, страницу и такие, это красиво, я хочу носить тоже. Ну, во-первых, сколько продается Эверестов, столько людей на вершине не было. Мне бы не было на Эвересте, да. Это во многом символ, допустим, да, серебряный, многие, я уверен, что даже и в город они валят, но серебряный Эверест – это символ чего-то там. Я почему спрашиваю, мой список, мест, где я был не на машине и не на самолете крайне скудный, но я сегодня посмотрел ваш ассортимент, и мне эстетически понравилось все почти, там, карабин, я не знаю, мне понравился, но я понимаю, что это имеет гораздо больший смысл для людей, которые занимаются альпинизмом, то есть вот, ну, все равно больше, я думаю, путешественников и спортсменов. Слушай, ну, да, вот буквально вчера к нам заходил парень, купил бронзовый каяк, ну, лодку, да, каяк, девушке подарю. Я говорю, а что девушка занимается греблей, на каяке плавает? Он говорит, нет, но, говорит, это символично, чтобы она, как лодка, шпана, там, грила куда-то, что-то такое вот, сказал, типа, будет как символ. Ну, окей, поэтому, да, я думаю, что многие носят наши украшения. У вас все это продается в пространстве, то есть я бы не назвал только магазином посольства Уральских гор, что это за место? Ну, знаешь, у нас все-таки интернет-магазин, мы изначально возникали как интернет-магазин, но в какой-то момент, лет через 7, я понял, что, наверное, охота открыть что-то в Уфе, не просто мастерскую, где мы все это делаем и отправляем, да, там продают, но неохота была открывать чисто коммерческую историю какую-то, потому что мы не про коммерцию, во-первых, во-вторых, Уфа все-таки прекрасный мой любимый город, она не настолько туристический город, чтобы было смысл открывать просто магазин серебряных эверестов. А так как моя история – это Урал, мы решили, что откроем место, скажем так, клуб, даже, больше не клуб, а неофициальный туристический визит-центр. Я себе Уфу представляю как город, который приезжает во многом, как перевалочную базу между горами Урала и другими городами. Из Уфы очень удобно посещать Южный Урал, Южный Урал – это один из самых безопасных, самых гостеприимных гор страны, у нас здесь много людей приезжает, и вот, когда люди приезжают в Уфу, чтобы они сходили, ну, куда они могут сходить? Ну, с Ватвилаев посмотреть, в Арт-Квадрат прийти, вот в кафе Кшиштоф, кофе попить, и зашли… Ну, погулять в центре. Да, и зашли в посольство Уральских гор, мы им расскажем, куда можно сходить в горы, что посмотреть на Урале, у нас есть бесплатные карты, у нас есть библиотека, где можно взять книжки, почитать, но есть уникальные украшения, которые созданы в Уфе, которые созданы этими людьми, и, как бы, можно купить подарок классный. Вот, и сделали такое место, находится в центре города, и рассказываем про Урал, ну, и продаем украшения. Как раз-таки памятник клещу, тоже ваших рук дело, он, собственно говоря, там на Мустая Карима и находится, как эта идея вышла в голову? О, да. Клещ, вообще, это наша такая важная для нас история, у нас целая серия украшений началась, клеща. Мы как-то сидели с товарищем, и он говорит, давай, у нас как раз дизайнер, с которым мы рисуемся, он тоже путешественник, он сказал, давай сделаем серебряную клеща, серьгу. Я говорю, классная идея, но давай сделаем клеща и комара, и назовем их гопники из леса, будет такая пара украшений. И как-то потом эту всю историю у нас развивалась, а идея с памятником клещу родилась весной 2020 года. У нас в Уфе как-то сделали граффити с медсестрой, которая показывала неприличный жест ковиду. Я как раз шел по улице, тогда были ограничения, я ходил пешком, я и шел, и этот парень рисовал вот этот памятник. Ну, не памятник, а граффити рисовал. И мне стало немного обидно, потому что это же калька с американского, то есть это, по сути, перерисованная работа уже была в Америке. Я подумал, ну, крутая работа, но почему у нас там появляется все там, то, что где-то сделали. А вот я шел, и вот прям, это реально как возникла идея с клещом, я подумал, а что мы можем сделать такого, чего нет нигде в мире? Я подумал, блин, было бы круто поставить клещу, первый серебряный павитик в мире клещу. А клещ это, как бы, одно из важных явлений в горах, в тайге, Урала и России. И, наверное, под это еще можно подвести какую-то гуманистическую историю, потому что все ненавидят клеща, да? Ну, клещ это... Ну, они мало чего хорошего кому-то сделали. Да, мало чего хорошего. Но, по сути, клещ, он не виноват в том, что он кровь сосет, он таким родился. Ну, да. И, по сути, у нас написано на памятнике, я просто хочу жить так же, как и ты. И если тебя укусил клещ, тем более, если ты заболел энцефалитом, но это не его вина, это твоя вина. Ты пошел в лес, ты не предохранялся, ты неправильно одевался, ты не сделал прививку от клеща у энцефалита. Поэтому, в целом, они такие же, как и мы. Ну, просто, и они нужны для природы, у них есть определенная своя ниша в этой природе. Вот, и мы поставили, отлили из серебра памятник клещу, честно сказать, мы думали, что он пропадет, ну, там, украдут, там, через сутки, через двое суток. Вот, но он уже стоит второй год, и к нему... Стоит, и там, в выходные дни, я могу тебе сказать, что есть даже, ну, если не очередь, то люди ждут, пока кто-то сфотографирует или посмотрит, чтобы поменяться. У нас в посольстве темные стекла, и мы периодически спорим, как там люди ползают у него на коленях, он достаточно маленький, относительно. И такое поклонение клещу Валере. Ему, жителю города Уфы, назвали Валерой. Нормальное имя. Для клеща подходит. Помешала ли как-то пандемия тому туризму, которым ты занимаешься, путешествия? Нет, не помешала. Я занимаюсь туризмом в рамках страны, в целом, даже езжу сам на машине, ну, или на самолетах, или на поездах. В целом, нет, никак не помешала. Только людей стало больше в горах. С одной стороны, это нехорошо, но с другой стороны, хорошо. Для природы? Вообще, я считаю, что в идеале, конечно, людей должно быть больше в горах Южного Урала, вот как минимум в Южный Урал. Есть говорить про те горы, где мы живем, вот мы в Башкирии, это Южный Урал. В моем представлении, в идеале, эти горы можно сделать всероссийским горным парком. Они безопасные, они доступные, и в целом, они доступны для людей, неподготовленных людей, для пенсионеров. Ну вот, я не турист, я бывал в горах Южного Урала. Никаких особых проблем сходить в горы. И это при должном умении и какое-то там планирование, это можно сделать таким всероссийским парком, куда можно приехать и погулять. И это прекрасно, и людей должно быть все больше и больше. Но вот эта пандемийная история случилась резко, и инфраструктуры нету для приема такого большего количества людей. И вот представляешь, люди, им закрыли, условно говоря, Турцию какую-нибудь, да, там какие-то другие места, Альпы закрыли, и они поехали на Южный Урал. Они приезжают, а здесь грязь, все заплевано, все истоптано. Они посмотрят, скажут, ну окей, мы посмотрели на Южный Урал, ладно, а больше не хотим. Если бы это было более плавно развивалось, наверное, это было бы более и щадяще для Урала, и людям было бы интереснее. А чего не хватает вообще инфраструктуре путешествия на Урал? Ну, на Южный конкретно. Опять же, нужно разглядеть Южный Урал, они все разные. Давай локально возьмем то, что около Башкирии. Вот Южный Урал, у нас есть набор крутых, классных локаций, но чтобы на нее попасть, тебе нужно пройти условно 5-10 километров по грязи. Разбитые дороги, нет указателей, ну и немногие люди готовы заниматься этим. Есть заброска, тебя довезут на вездеходе, еще больше разбивается дорога, и получается такой замкнутый круг. То есть просто красивая, прекрасная природа, она погружена, все подходы просто через помойки, через грязь и плохую логистику. Нужно делать на густарственном уровне как-то систему троп более обустроенных. В идеале ты подъезжаешь на машине, оставляешь место на бесплатной парковочке, вот есть указатели, куда идти, тут туалет чистый, мусорка, куда ты можешь вынести мусор из гор. Ты взял детей и пошел по указателям, на вершину горы поднялся, пофоткался, запостил фоточки, сторис и вернулся обратно. Идеально, пока такого нет. В целом, это, наверное, все решаемо, но нужно государственная воля, скорее всего, для этого. У нас пока такого нет. Ты уже сказал про путешествия вне России и, в принципе, вне Урала. Что вообще думаешь про лежачий отдых или отдых в городах? То есть люди, которые любят природу, им часто города не интересны. Вот эти два момента. Города и лежачий отдых. Ну да, я не очень люблю города, путешествия по городам. Хотя иногда просто погулять по городу вот так вот, без какой-то программы жесткой музеи, просто посмотреть город нормально. Прекрасно, если людям это нравится, пусть лежат, пусть... Не-не, как тебе мне, может у тебя бывает такое, я устаю, и я раз в три года, мне типа надо полежать. Я ни разу не был на Теплом море, я думаю, мне кажется, это... Это ответ. Я был на Карском, на Белом, на Охотском, на Черном зимой. Вот, но, к сожалению, ни разу делал Тепло. Ну, почему к сожалению? Вот, в принципе, ты ответил вопрос. Если ты был, ты же был на Черном море, ты мог бы побывать там и летом, так что было бы желание. Ты уже сказал, что определенной вишенкой на торте, финальным элементом декора на этой истории будет книга. Но, может быть, где-то у тебя еще закрадывается мысль про, не знаю, новое путешествие, и что-то еще ты хотел бы помимо Урала открыть для себя. Ну, или, может быть, просто для себя куда-то съездить где-то не был. Ну, вопрос такой, конечно. Ну, во-первых, конечно, история не заканчивается на этом маршруте, да, она продолжается. Я буду дальше заниматься Уралом. Ну, многие думают, что ты прошел весь Урал, ты посмотрел весь Урал. Ну, у тебя все дела, тебе нечего там больше. Ну, камон, я процентов 40 посмотрел уральских гор, да. И мне еще лет на 20 хватит работы на Урале, потому что это комплексная история. И я хочу сделать такую большую историю про Урал. Посмотреть весь Урал, отснять весь Урал и показать людям весь Урал. Маршрут это только, как бы, такая, достаточно крупный камень в этой куче, но он, может быть, даже не самый большой. Поэтому я дальше буду заниматься также уральскими горами. Ну, и у меня такой принцип, я, наверное, процентов 90-80 это Урал, а остальные, остальная история, это другие места, чтобы я просто не стал тошнить эту уральскую гору. Ну, чтобы картинку сменить, да? Ну, конечно, да. То есть глаз замыливается, наверное, нет смысла только по Уралу ходить. Идей много, конечно, может быть, хотелось бы и в Америке пройти какую-нибудь национальную тропу, да, и побывать в очень крутых... Ну, идей очень много. Но конкретно это все-таки уральский город. Последний вопрос, что тебя делает счастливым? О, ну вопрос, конечно, классный и сложный, но в целом я, по большому счету, счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом, оно тесно переплетено своими влечениями, мне за него платят достойные деньги, которые мне устраивают. У меня две прекрасных дочери, вот смотри, татуху мне вчера дочка сделала. Я обратил внимание, что это 100% детская цитуировка. Да, да, вот. У меня прекрасная любимая женщина, у меня прекрасное дело, у меня есть Урал, и планы на много лет вперед. Я не знаю, что еще нужно для счастья. Я живу в прекрасном городе Уфа. Поэтому все это сделает меня счастливым. Спасибо большое за разговор. Спасибо.